Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как пережить утрату чувств? Отношения были на расстоянии, около года влюбилась сильно, теперь мышечки нахладел, чувства его прошли, я откатилась во френд-зону. Для меня это болезненно, такие перемены, очень сильно переживаю, я продолжаю любить. Сейчас общаемся как друзья, мне очень тяжело и часто плачу. Ещё 3 месяца назад, когда прошли первые звоночки, я пытался вызвать его на откровенность, но он избегал таких разговоров совсем. Это меня сильно огорчает, как-то это не бережно совсем, как привести себя в ресурсное состояние, чувствую, что из меня выкачали силы, спасибо. Вопрос, конечно, такой достаточно комплексный получается, потому что, с одной стороны, вам больно, и вы плачете. Я так понимаю, что плачете вы одна, то есть как бы, ну вот, сама с собой вы плачете, и это, конечно, тяжело. И, наверное, при таком подходе никак вот ваши чувства не проживаются. При таком подходе никак ваши эмоции не реализовываются. при таком подходе никак ваши чувства не проживаются в ванной. то есть это, ну, к сожалению, вот, такой момент, да, ну, не очень хороший для вас, не очень приятный для вас. И, соответственно, я бы сказал, что первое, вот, первое, что нужно сделать, это прожить эти чувства, прожить их, да, вот, ну, потому что вам больно, потому что вам тяжело, потому что вам сейчас, вы сейчас, вот, ну, действительно, находитесь вот в таком состоянии, как бы, не очень хорошее, ну, не очень хорошее для себя. Вот. Это первое. Второе, конечно, это то, что, в принципе, мне кажется, ваша модель модель поведения, да, она изначально, ну, такая, довольно деструктивная, что ли. То есть, во-первых, отношения на расстоянии, да, то есть, опять же, человек, который выбирает отношения на расстоянии, как правило, боится близости, по факту. Во-вторых, это то, что вы, когда пошли первые звоночки, вы начали, как бы, ну, принуждать человека к разговору. Да, то есть, по сути, вот, ну, пытаться, начали, ну, что-то, что-то выяснить. Видимо. Вот. На мой взгляд, это, ну, как бы, позиция вот такая, да, что, опираетесь вы не на себя в отношениях, а на, ну, как раз, вот, другого человека. Ну, ну, пытаетесь, пытаетесь, по крайней мере, так сделать вы. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, как бы, это не очень хорошо. То есть, я бы вот это, наверное, подкорректировал бы. Следующее, а, вот, то, о чем вы говорите, да, то, что еще вы, ну, продолжаете, как вы говорите, любить. Мне очень интересно, вот, что вы вкладываете в, ну, в любовь, да. Вот. Что вы вкладываете в, ну, вот, то, что вы называете любовью. По моему взгляд, это, ну, не совсем про любовь, как мне кажется. На мой взгляд, это больше, эээ, про, эээ, ну, про какую-то, может быть, зависимость, да, а, про какую-то, может быть, эээ, потребность, собственно, от чего вам больно. То есть, здесь, эээ, ну, по сути, эээ, я говорю о том, эээ, ну, как бы, вот, ээээ, о чем вам говорит, эээ, коллега мой, Кудрышов и Горляни, то есть, что это, вот, эээ, то, что, вы называете, эээ, любовью, вполне, может быть, не совсем, эээ, ну, не совсем про любовь. Вот. Поэтому тут, вот, тоже, эээ, есть, эээ, такой аспект, как мне кажется. И, необходимо, на это, обращать внимание, необходимо, на это, обратить вам, свое внимание. Эээ, ну, вот, как мне так, по крайней мере. видится, этот аспект. И, соответственно, уже, исходить, из-за того, как мне кажется. Вот. И последнее, последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание. Последнее. А, вы говорите, что у вас есть, такое, вот, ощущение, что из вас выкачали, ну, вот, как бы, все, все силы. Это означает, что вы к себе, не очень, эээ, внимательны. В том, смысле, эээ, как бы, вот, что, не замечаете, когда, когда, ваши ресурсы, эээ, ну, начинают истощаться. Вот. И, это очень важный момент. заметит, что, ну, вот, что, что ресурсы у вас тащаются. Заметит. И, что-то с этим сделать. Сейчас, пока что, вы этого не делаете, вот, нет, эээ, ну, к этому, ээ, способности, навыка, заметить это. Вот. А, и, соответственно, вот, эээ, эээ, такой, вот, здесь, эээ, аспект, как мне кажется. То есть, я бы, вот, наверное, как-то на это бы обратил внимание, ваше, в первую очередь. Эээ, вот. Понимаете, да? какая штука, какая штука, Вот, эээ, то, что я, наверное, хотел вам сказать. Вот. То, что, наверное, для меня, вот, ну, как бы, здесь важно, 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 да, важно, даваться, ээ, донести. Вот. То есть, я, эээ, понимаю, как бы, ну, вот, с одной стороны, да, я понимаю, ваши чувства и понимаю, ну, как бы, вот, ваши эмоции. Эээ, я думаю, что вам нужна, эээ, помощь, как бы, в эээ, ну, эээ, помощь вам нужна эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ в проживании того, что сейчас вы чувствуете, я бы, наверное, как-то так это бы озвучил на данный момент. Любое расставание – это равно и то, что вы в какой-то степени чувствуете себя сейчас травмированно, это нормально, как мне кажется. Вот, но это нужно проживать, как любую травму, да, это вот нужно проживать, как мне кажется. Как-то так, на этом, я думаю, всё. Буду вам благодарен за обратную связь. По-моему, ответ это позволит вам начать работу над собой, а желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она обязательно пригодится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!